Верил я, что от всех болезней Капель датского короля не найти болезней И с тех пор горит во мне, погоню в той мере Капель датского короля, пейте, говореры Капель датского короля, пейте, говореры Капель датского короля или королевы Это крепкий чель, но слащие камеры И сильнее клеветы, страха и холеры Капель датского короля, пейте, говореры Капель датского короля, пейте, говореры Верил в пороге, госпит, кульс, вон штыков и сабель Растворяется река, взболи эти капель Солнце, майя, рвант, любовь, высшие лет, говореры Капель датского короля, пейте, говореры Капель датского короля, пейте, пейте, говореры Добрый вечер, уважаемые зрители моих видео В качестве заставки сегодня прозвучала Песня, сочиненная Исааком Шварцем Таким композитором советских времен Который делал музыку для многих фильмов Ставших культовыми и фильмов Никиты Михалкова И других известных режиссеров Капель датского короля, пел ее Булата Куджава Такой известный бард, который ныне тоже уже покойный Как и Исаак Шварц А сегодня мы будем, я буду читать А вы будете слушать откровенный рассказ Странника духовному своему отцу Как я уже говорил, эта книга появилась в XIX веке Ее авторство приписывают старцам различных монастырей Но точное авторство так и осталось, грубо говоря, за кадром Но тем не менее, эта книга очень популярна среди верующих Рассказ второй Долго я странствовал по разным местам Сопутствовавшей мне Иисусовую молитву Которая ободряла и утешала меня на всех путях При всех встречах и случаях Наконец стал я чувствовать, что лучше бы где-нибудь остановиться на одном месте Как для удобнейшего уединения, так и для изучения добротолюбия Которая, хотя и понемногу я читал Приютившись в ночлегах или при дневном отдыхе Однако ж было Сильное желание, чтобы постепенно Углубляться в он и с верой Почерпнуть из него истинное наставление Ко спасению души через сердечную молитву Но как согласно всему моему желанию Я нигде ни в какую посильную работу наняться не мог По причине совершенного невладения левой моей рукой С самого малолетства А потому, будучи в невозможности иметь постоянный приют Я пошел в сибирские страны к святителю Иннокентию Иркутскому С тем намерением, что по лицам истепян сибирским Мне идти будет безмолвнее, следственно И заниматься молитвой и чтением удобнее Так я и шел Да беспрепятственно утворил устную молитву Наконец, через непродолжительное время Почувствовал, что молитва сама собой начала Как-то переходить в сердце То есть сердце при обыкновенном своем биении Начало как-то выговаривать внутри себя Молитвенные слова за каждого своим ударом Например, первое Господи, второе Иисусе, третье Христе и прочее Я перестал устами говорить молитву И начал с прилежанием слушать, как говорит сердце Помню, как толковал меня покойный старец, как это было приятно Потом начал ощущать тонкую боль в сердце А в мыслях такую любовь к Иисусу Христу Что казалось, что если бы его увидел То так и кинулся бы к ногам его И не выпустил бы из рук Их не выпустил бы из рук своих Сладко ловызая до слез Но благодаря, что он такое утешение о имени своем подает По милости и любви своей Недостойному грешному созданию своему Далее начало являться какое-то благотворное растепливание В сердце эта теплота простиралась и по всей груди Сие обратила меня в особенности к прилежному чтению добротолюбия Чтобы как поверить в мои ощущения, так и изучить дальнейшее занятие внутренней сердечной молитвы И без всей поверки боялся, дабы не впасть в прелесть или не принять естественное действие за благодатное И не возгордиться в скором приобретении молитвы, как слышал я от покойного старца А потому я шел уже более по ночам А дни преимущественно провождал в чтении добротолюбия, сидя в лесу под деревьями А сколько нового, сколько мудрого и доселе невидомо открыло мне все чтение Упражняясь в нем, я вкушал такую сладость, какую до сего времени не мог и вообразить Правда, хотя некоторые места были и непонятны при чтении глупому моему Но последствия, происходящие от сердечной молитвы, разъясняли мне непонимаемое К тому же редко видывал во сне покойного старца моего, который многое толковал мне И все более наклонял несмысленную душу мою к осмирению Слишком два летних месяца я так блаженствовал Путешествовал более лесами да проселочными дорогами Если приду в деревню, попрошу себе сумку с ударей да горсть соли То налью в бурачок воды и опять пошел вверх на сто По грехам, что ли, окаянной душе моей, или по потребности в духовной жизни, или лучшему наставлению и опытности Под конец лета начало являться искушение А именно, вышел я на большую дорогу и в сумерке иногда ли мне два человека, похожие с голов на солдат Стали у меня требовать денег Когда я отозвался, что не имея ни копейки, они всему не верили, дерзко кричали Врешь, странники много набирают денег Один из них, сказавший, да что с ним много говорить, ударил мне дубиной в голову так, что я упал без памяти Не знаю, долго ли я лежал без чувств, но очнувшись, увидел, что я лежу у леса близ дороги, и весь раздерганный, сумки моей нет Одни только перерезанные веревки, на коих она была несена Слава Богу, что не унесли паспорт, который лежал в ветхой моей шапке, на случай скорейшего показания, где требуют Вставший я горько заплакал, не столько от головной воли, сколько о том, что лишили книг моих, библии и добротолюбия, бывших в унесенной сумке Ни день, ни ночь не переставал искорвить и плакать Где теперь моя Библия, которую я с малых лет читал, имел всегда при себе Где мое добротолюбие, из которого я почерпал и наставление, и утешение Лишился я несчастной и первого и последнего сокровища в моей жизни, ничего не насытившись он им Лучше бы меня совсем убили, нежели жить мне без всей духовной пичи Не могу уже теперь опять приобрести их Два дня я едва передвигал ноги, изнемогая от всего горя А на третьей, совсем вывившейся силы, упал под куст и заснул Вот и вижу во сне, будто я в пустыне, в келье старца моего, оплакивая свое горе Старец, утешая меня, начал говорить Это тебе урок без пристрастия к вещам земным для удобнейшего шествия к небу Тебе это попучено для того, чтобы ты не впал в сластолюбие духовное Бог хочет, чтобы христианин совершенно отвергался своей воле, хотя не всякого конного пристрастия И совершенно предался бы в его божественную волю Он все случаи встраивает к пользе и спасению человека Всем хочет спастись Первое послание к апостолу Тимофею, 2 глава, 4 стих А потому ободрить веру, что с искушением сотворит Господь и избытие Первое послание Коринфянам, 10 глава, 13 стих И ты вскоре утешишься гораздо более, чем теперь скорбишь При всех словах я проснулся, почувствовал укрепление в силах и в душе, как бы какой-то рассвет успокоения Да будет воля Господня Сказал я, перекрестился, встал и пошел Молитва опять начала действовать в сердце по-прежнему И дня три я путешествовал спокойно Вдруг нагоняю по дороге этап колодников, ведомых за конвоем Прогонявшись с ними, я увидел двух человек, которые меня ограбили И так как они шли с края прочих, то я упал им в ноги, убедительно просил сказать, где мои книги Сначала они не обратили на меня внимания, потом один из них начал говорить Если что-нибудь дашь нам, то скажем, где твои книги Дай нам ссылковый Я побожился, что дам, непременно дам, хоть Христа ради напрошу по миру Вот, коли хотите, возьмите под залог паспорт мой Они сказали, что книги мои в обозе везутся с прочими обысканными у них воровскими вещами Как же я могу получить их? Проси капитана, который нас провожает Я бросился к капитана и объяснил все подробно Между прочим, он спросил меня, неужели ты умеешь читать Библию? Не только умею все читать, ответил я, но даже и писать Вы увидите на Библии надпись, что она моя И вот в паспорте моем однозначно то же имя и прозвание Капитан начал говорить Эти мошенники и беглые солдаты, они жили в землянке, и многие грабили Их вчера поймал ловкий МЧ, которого они хотели отбить тройку Пожалуй, я выдам тебе твои книги, коли они тут есть Но ты идти с нами на ночлег вот недалеко, версты 4 А то не останавливают же этапы обоз для тебя Я с радостью пошел около верховой капитанской лошади Да разговаривался с ним Увидел, что он человек добрый и честный, и уже не молод Он спрашивал меня, кто и откуда, и куда иду Я все отвечал по сущей правде, и так мы достигли до ночлежной этапной избы Он, отыскавши мои книги, мне отдал, да и говорит Куда же теперь ночью тебе идти, ночуй вот у меня в прихожей Я остался Получивши книги, я так был рад, что не знал, как благодарить Бога Прижал книги к моей груди и держал их до тех пор, что руки даже окостенели Слезы лились из моих глаз от радости, и сердце сладко билось от восторга Капитан, смотря на меня, спросил Видно, ты любишь читать Библию? Я от радости не мог ничего на себе ответить, только плакал Он продолжал Я сам, брат, аккуратно читаю каждый день Евангелие При всем расстегнул мундир и снял маленькое Евангелие киевской печати, тоже все окованное серебром Сядь-ка, расскажу тебе, что к этому меня привело Да подайте-ка нам ужинать Мы сели за стол, капитан начал рассказывать Я с молодых лет служил в армии, а не в гарнизоне, знал службу, и любим был начальством, как исправный прапорщик До лета мои были молодые приятели тоже Я по несчастью приучился пить, да под конец так, что открылась и запойная болезнь Когда не пью, то исправный офицер, а как закурю, то неделю шесть в лёжку Долго терпели мне, наконец, за грубой шефы, сделанные в пьяном виде, разжаловали меня солдаты на три года с перемещением в гарнизон А если не исправлюсь и не гроши пить, то угрожали строжайшим наказанием В тем нечастном состоянии я сколько ни старался воздержаться И сколько от всего ни лечился, никак не мог покинуть мои страсти А потому хотели переместить меня в арестантские уже роты Услышався, я не знал, что с собой делать В одно время я с раздумьей сидел в казармах Вдруг вошёл к нам какой-то монах с книжкой для сбора на церковь Кто что мог подали? Он, подошедший ко мне, спросил Что ты такой печальный? Я, разговарившись с ним, пересказал моё горе Монах, сочувствуя моему положению, начал Точно то же было с моим родным братом И вот что ему помогло Его духовный отец дал ему Евангелие Да и накрепко приказал, чтобы он, когда захочет вина То немало немедля прочёл бы главу из Евангелия И если опять захочет, то и опять читал бы следующую главу Брат мой стал так поступать, и в непродолжительное время Страсть к питью в нём исчезла И теперь вот уже пятнадцать лет капли хмельного не берёт в рот Поступай-ка и ты так, увидишь пользу У меня есть Евангелие, пожалуй, я принесу тебе Выслушав это, я сказал ему Где же помочь твоему Евангелию, когда никакие старания мои Ни лекарственные пособия не могли удержать меня Я сказал себе и так, потому что никогда не читывал Евангелие Не говори этого, возразил монах Уверяю тебя, что будет польза На другой день действительно монах принёс мне вот это вот Евангелие Я раскрыл его, посмотрел, почитал, да и говорю Не возьму я его, тут ничего не поймёшь Да и печать с руками читать я не привык Монах продолжал убеждать мне, что в самых словах Евангелия Есть благодатная сила И выписано в нём то, что сам Бог говорил Нужды нет, что не понимаешь Только мы читаем прилежно Один святой сказал Если ты, слава Божьей, не понимаешь, так бесы понимают Что ты читаешь и трепещет А ведь страсть пьянственная непременно по возбуждению бесов Да вот тебе ещё скажу Ян Златоустый пишет, что даже та самая храмина, в которой хранится Евангелие Устрашает духу тьмы И бывает неудобно варима для их козни Я не помню, что-то дал он ему монаху Взял у него сей Евангелие Да и положил его в сундучок с прочими моими вещами и забыл про него Спустя несколько времени Пришло время мне запить Смерть захотелась вина И я поскорее отпер сундучок, чтобы достать деньги и бежать в корчму Первое попалось мне в глаза Евангелие И я вспомнил живо всё то, что говорил мне монах Развернул и начал читать сначала первую главу Матфея Прочитавший его до конца, именно ничего не понял Да и вспомнил, что монах говорил Нужды нет, что не понимаешь Только читай прилежно Да, думаю, прочту другую главу Прочёл и стало понятней Дальше и третью Как только её начал вдруг звонок В казарме к местам на койке Следовательно, уже идти за ворота было нельзя Так я и остался Вставший поутру И расположившись идти за вином Подумал, прочту главу из Евангелия Что будет? Прочёл и не пошёл Опять захотелось вина Я ещё стал читать и сделать легче Это меня ободрило При каждом побуждении к вину Я стал читать по главе из Евангелия Что дальше? То всё было легче Наконец, как только окончил всех четырёх евангелистов То и страсть к пятию совершенно прошла И сделать к ней омерзение И вот ровно двадцать лет я совершенно не употребляю Никакого хмельного напитка Все удивились Такой во мне перемене По прошествии трёх лет опять возвели меня в офицерский чин А потом их следующие чины И наконец сделали меня командиром Я женился, жена попалась в доброе нажиле состояние Теперь, слава Богу, живём Да и бедным помогаем По силе мочи странных принимаем Вот уже и сын у меня офицером И хороший парень Слушай же, с тех пор, как я исцелился от запоя Дал себе клятву каждый день во всю мою жизнь Читать Евангелие по целому евангелисту в сутки Невезирая ни на какие препятствия Так теперь и поступаю Если очень много бывает дела по должности И утомлюсь очень сильно То вечером легче заставляю прочесть надо мной Целого евангелиста жену мою или сына моего И так неупустительно выполняя все мои правила Благодарностью, слава Божию Я это Евангелие отправил чистое серебро И ношу всегда на груди моей Со сладостью я выслушал сие речи капитана Да и сказал ему Такой же пример видел я в нашем селе на фабрике Один мастеровой был очень искусный в своем деле Добрый и дорогой мастер Но по несчастью тоже запевал Да и часто Один богобоязненный человек посоветовал ему Чтобы он, когда захочется ему вина Проговаривал по 33 Иисусовых молитв В честь Пресвятой Троицы и по числу 30-летней земной жизни Иисуса Христа Мастеровой послушался Стал это исполнять И вскоре совершенно кинул пить Да еще что, через три года ушел в монастырь А что выше, спросил капитан Иисусова молитва или Евангелие Все одно и то же, отвечал я Что Евангелие, то Иисусова молитва Ибо божественное имя Иисуса Христа Звучат в себе все евангельские истины Святые отцы говорят, что Иисусова молитва И сокращение всего Евангелия Наконец мы помолились Капитан начал читать Евангелие Марка сначала А я слушать и творить в сердце молитву Во втором часу за полночь капитан Окончил Евангелиста И мы разошлись на покой По обыкновению моему Я встал рано поутру Все еще спали, как только начало светать Я кинулся к моему любимому добротолюбию С какой радостью я раскрыл его Как будто увиделся с родным отцом В бывшем далекой стороне Или как бы с другом из мертвых воскресшим Я в обыкновении благодарил Бога Возвратившего мне он И немедленно я начал читать Вся липта филадельфийского Во второй части добротолюбия Удивило меня его наставление В котором он предлагает в одно и то же время Одному и тому же человеку Отправлять три разнородные дела Сидя в трапезе, говорит он Сел и давай пищу Слух учтений у мужа молитв Но воспоминание о прошедшемся радостном вечере Опытно на самом деле разрешило мне мысль сию И мне открылось здесь тайно Что у мой сердце не одно и то же Когда встал капитан Я вышел, чтобы поблагодарить его за милость И проститься с ним Он напоил меня чаем Дал мне целково и простился И так я пошел в путь мой, радуясь Прошедши сверсту Вспомнил, что я обещал солдатам Солковы, которые неожиданно теперь у меня Есть Отдать ли мне его Им или нет Одна мысль говорила мне, что они тебя побили Ограбили, да употребить его им В свою пользу нельзя Ибо они под стражу А другая мысль представляла другое Вспомни, что в Библии написано Ощалчит враг твой Ухлеби его Послание апостола Павла к римлянам 12 глава 20 стих Да и сам Иисус Христос говорит Любите враги ваши И Евангелие от Матфея 5 глава 44 стих И еще Хотящий ризу твою взять И отдашьте ему и срачицу И Евангелие от Матфея 5 глава 40 стих Убедившись Сам я вернулся И только что подхожу К этапу всех колодников Вывели Чтобы гнать на следующую станцию Я скоренько Подбежал Сунул в руки бывшую мне Целковой И досказал Кайтесь и молитесь Иисусу Христос Человека любив Он вас Не оставит И Сим удалился от них И пошел в другую сторону По своей дороге Прошедший верст 50 По большой дороге Вздумал я Для большего уединения Удобнейшего чтения Свернуть на проселок Долго я шел лесами Изредка дети Где-то попадались Небольшие деревни Иногда по целому дню Просиживал в лесу Прежно читая добротолюбие Многое дивное познание Потерпал я из него Сердце мое Распалялось К соединению с Богом Посредством внутренней молитвы Которую изучать Я стремился При руководстве И проверке добротолюбия И вместе с ним Скорбил Что не нахожу Еще пристанище Где спокойно Можно было Постепенно Постоянно заняться чтением В сие время Также читал я И мою Библию Чувствовал Что начал понимать Ее яснее Так как прежде Когда весьма многое Казалось мне непонятным Я часто встречал Недоумение Справедливо Говорят святые отцы Что добротолюбие Есть ключ К отверстию тайн Священное писание При руководстве Оном я стал Я стал Отчасти понимать Сокровенный смысл Слово Божие Мне начало Открываться Что такое внутреннее Потаянное Потаянное Сердце Человек Что истинная Молитва Что поклонение Духом Что царствие Внутри нас Что неизреченное Ходотайство Совздыхающего Духа Святого Что будете Во мне Что дашь мне Твое сердце Что значит Обличите себя Во Христа Что значит Обручение Духа В сердцах наших Что взывание Сердечное А во очи И прочее И прочее Когда при всем Я начал молиться Сердцем Все окружающие Меня представлялось Мне в освятительном виде Древо Трава Птица Земля Воздух Свет Все как будто Говорило мне Что существует Для человека Свидетельствует Любовь Божию К человеку И Все молится Все успевает Слава Богу И я понял Из всего Что называется В добротолюбии Ведением В слове Ствари И увидел Способ По коему Можно разговаривать С творениями Божьими Много времени Я так путешествовал Наконец Зашел В такое Глухое место Что Дня Три Не попадалось В ни одной Деревне С уфори Мои все вышли Я гораздо Приуныл Как бы Не умереть С голодом Как скоро Начал Молиться Сердцем Уныние Прошло Весь Я возложился На волю Божию И сделался Весел И покоен Несколько Прошедшей По дороге Лежавшей Возле Огромного Леса Я увидел Впереди Меня Выбежавшую Зону Дворную Собаку Я опомянула И она Подошедшая Става Около Менела Скат Обрадовался Я И подумал Вот и Милость Божия Непременно К этому В этом Лесу Пасется Стадо И конечно Это ручная Собака Пустуха Или может быть Охотник Ходит За охоту Так Лисяк Ли Но по крайней Мере Могу Хоть Мало Выпросить Хлеба Ибо Другие Сутки Не ел Или же Могу Расспросить Где по Близости Ест Селение Повертевшись Около Меня И видя Что Нечего У меня Взять Собака Опять Побежала В лес По той Узенькой Тропинке Покой И выходила На дорогу Я последовал За нею Прошедшая Сажен Двести Между деревьями Увидев Что Собака Ушла Вноруйскую Выглядывая Начала Лаять Вот Из-за Толстого Дерева Выходит Мужик Кудой Бледный Средних Лет Он Спросил Меня Как Я сюда Зашел Я Его Спросил Зачем Он Тут Наход 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 И мы Ласково Разговорились Мужик Позвал Меня Свою Землянку Объявил Мне Что Он Полицовщик Истережет Этот лес Проданный Навиду я тебе Сказал я Что Ты так удобно Можешь жить В уединении От людей Не так Как я С Китая С места На место Дотолкусь Между всяким Народом Если есть Охота Говорит он То пожалуй И ты здесь Живи Вот недалеко Есть старая Землянка Прежнего Сторожа Она хоть Пообвалилась Но летом То еще Жить можно Паспорт У тебя есть Хлеба С нас Будет Мне Приносят Каждую Неделю Из нашей Деревни Вот и Ручеек Который Никогда Не пересыхает Я Сам Брат Лет Уже Десять Ем Только Один Хлеб Допь Воду И Больше Никогда Ничего Да Вот в чем Дело Осенью Как Отработаются Мужики То наедет Сюда Человек Двести Работников Этот Лес Срубит Тогда И мне Здесь Будет Ни Учего Да И тебе Не дадут Жить Здесь Выслуживши Все Это Я так Возрадовался Что Так Бо И Упал Ему В ноги Не Знал Как Благодарить Бога За Такую Ко Мне Милость О чем Скорбел Чего Желал То Теперь Неожиданно Получаю До Глубок В осени Еще Слишком Четыре Месяца И Потому Я Могу В это Время Воспользоваться Безмолвием И Спокойствием Удобным И Внимательным Чтением Добротолюбия Для изучения Постижения И достижения Непрестанной Молитвы Сердца И Так Я с радостью Остался До времени Жить В указанной Мне Землянке Мы Еще Более Раз Говорили Сим Приютившим Меня Простым Братом Он Стал Рассказывать Мне Свою Жизнь И Свои Мысли Я Был Говорит Он В деревне Своя Непосредний Человек Имел Мастерство Красил Кумач Да Синил Крашенину И Жил В довольстве Хотя Не без Греха Много Обманывал По торговле Обожился Понапрасно Ругался Поматерно Напивался И дрался Был В нашем Селе Старый Дичок Которого Была Старинная Престаринная Книжка О Страшном Суде Он Бывало Ходит По православным Да и Читает А ему За это Дают Деньги Хаживал И ко мне Бывало Дашнему Копеек Десять Да Вплоть До Петухов Вот Я Бывало И слушаю Сидя За Работой А он Читает Какие Нам Будут Муки В аду Как Изменятся Живые И мертвые Воскресные Как Бог Сойдет Судить Как Ангелы В трубы Затрубят И какой Огонь Смола Будут И как Червь Грешников Будет Есть В одно Время Когда я Слушал Мне Стало Страшно Я подумал Уж Муки Мне Не Миновать Постой Примусь Душу Спасать Может быть Отмолю Мои Грехи Подумал Подумал Да и бросил Мою промысел Сбу Продал И как Был Одинок Пошел В Полисовщики С тем Чтобы мир Давал Мне хлеб Одежду Да восковые Свечи На Семи Свечек Перед Образами Днем Ж Когда Обхаживаю Лес Нашу Веригию Два Пуда На Голом Теле По Матерну Не Бронюсь Вина И Пиво Не Пью И Не Дерусь Ни С кем Баб И Девок Кот Руду Не Знаю Сначала Мне Так Жить Было Охотнее А Под Конец Нападают На Меня Неотступные Мысли Бог Знает Дрехи Отмолишь А Жизнь Трудная Да И Правда Ли В Книжке То Написано Где Кажется Воскреснуть Человеку Иной Уже Умер Сто Лет Или Больше Его Уже И Праху То Нет Да И Кто Знает Будет Ли Ад Или Нет Ведь Никто С того Света Не Приходил Кажется Как Человек Умрет Да Сгинет То Так И Пропадет А На Том Свете Ничего Не Будет Так Что Ж Из Этого Не Лучше Ли Хоть Как То На Земле Пожить Попрохладнее Повеселее Все Мысли Борит Меня Продолжал И Боюсь Не Приняться Опять За Прежнее Мастеровое Промысел Слушая Это Я Жалел О нем И Думал Сам Себе Говорят Что Одни Ученые Умные Бывают Вольнодуматься Мне Ничему Не Верят Вот И Наши Братья Простые Мужики Какие Замышляют Неверие Видно Темному Миру Попущено Ко Всем Иметь Доступ А На Простых То Может Быть Он Нападает И Удобнее Надо Сколь Можно Умудриться Укрепляться Против Рога Душевного Словом Божьим И Так Чтобы Сколько Можно Помочь И Поддержать Веру Всем Братья Достал Из Сумки Добротолюбия Отыскал Главу 109 Преподобного Исихия Прочел И Начал Ему Растолковывать Что В Сдержании От Грехов Страха Ради Мук Не Успешно И Неплодно И Невозможно Души Освободиться От Мысленных Грехов Ничем Иным Кроме Хранения Ума И Чистоты Сердца И Так Все Это Приобретается Внутреннюю Молитву И Не Только Прибавил Я И Чув Страха Ради Атских Мук Но Даже И Желание Ради Царства Небесного Если Кто Станет Совершать Спасительные Подвиги То И Это Святые Отцы Называют Делом Наемническим Они Говорят Что Боязнь Муки Это Путь Раба Желание Награды Царстве Есть Путь Наемника А Бог Хочет Чтобы Мы Шли К Нему Путем Сынованием То Есть Из Любви Усердия К Нему И Вели Себя Честно Наслаждались Спасительным Соединением С Ним В Душе И Сердце Сколько Не Изнуряй Себя Какие Хочешь Проходить Телесные Труды И Подвиги Но Если Не Будешь Иметь Всегда Бога В Уме Да Непрестанные Иисусу Молитвы Сердце Ты Никогда Не Успокоишься От Помыслов И Всегда Будешь Удобно Преклонен К Греху При Малейших Даже Случа Примись Ка Брат Беспрепятственно Творить Иисусу Молитву Ведь Тебе Это Можно И Удобно Всем Уединение Ты Скоро Увидишь Пользу Не Будет И Помыслами Божные Приходить Откроется Тебе И Вера И Любовь К Иисусу Христу Знаешь Как и Мертвую Воскресную Страшный Суд Покажется Тебе Так Как Истинно Он Будет А В сердце Тобой Такая Легкость Радость От Молитвы Что Ты Удивишься И Не Будешь Уже Скучать Да Смучаться Спасительным Житием Твоим Далее Как Мог Я Растолковал Ему Как Начать И Как Продолжать Беспрепятственно Иисусову Молитву И Как Заповедует Осем Слов Божие И Поучает Святые Отцы Он По Видимому Как Бо Изъявил На Это Согласие И По Успокоился После Всего Я Расставшись С ним Затворился В указанной Мне Ветхой Землянке Боже Мой Как Я Почувствовал Радость Спокойствие Восхищение Как Только Переступил За порог Этой Печерой Или Благодарил Я Бога Размышлял Вот теперь Тоже При таком Покое Тишине Надо Пристально Заняться Своим Делом Просить От Господа Вразумление Итак Начал Я Во-первых Читать Добротолюбие Все К порядку Сначала До конца С великим Вниманием В непродолжительное Время Прочел Все И увидел Какая мудрость Святыни Глубина В нем Содержится Ну как В нем Писано Ну как В нем Писано О многих Разных Предметах Разнообразные Наставления Святых Отцов То я Не мог Всего Понять Свести В одно Место Всего Того Что Хотелось Мне Узать В особенности О внутренней Молитве Дабы Подчеркнуть Тей Способ К изучению Непрестанной Самодействующей Молитвы В сердце А этого Очень Хотелось По заповеди Божьей Через Апостола Ревнуйте Дарование Больших Послание Колинфину 12 Глава 31 И еще Духа Не угошайте Первое Послание Фессалоникийцам 5 Глава 19 Думал Думал Как быть У мамы Его не хватает Понятия Тоже Растолковать Некому Начну Закучать Господа Молитвы А вось Господь И вразумит Как-нибудь После Всего Целые Сутки Ничего Не делал Как только Был В непрестанной Молитве Не переставая Ни на малейшее Время Мысли Успокаивались Вот и вижу во сне Будто я в келе Покойного старца моего Он толкует Добротолюбие Да и говорит Сия святая книга Исполнена Великой мудрости Она есть Таинственное Сокровище Разумений Сокровенных Судеб Божьих Не по всем местам И не каждому Она доступна Однако же По мере Каждого Разумевателя Содержит Таковые Наставления Для мудрых Мудрые Для простых Простые А потому Вам простякам Должно читать Ее Не тем порядком Как расположены Мне книги Святых Отцов Одна За другую Там этот порядок Богословский А не ученому Человеку Творящему Научаться Из добротолюбия Внутренней молитве Должно читать Его следующим Порядком Дорогие Следующий раз Мы Узнаем Каким же Порядком Нужно читать Читать Наставления Добротолюбия Не ученому Человеку Как говорит Странник Как он Молился Чтобы Господь Вразумел На этом На сегодня Все Поздравляю вас С Новым Годом 2024 Желаю вам Всего самого Наилучшего Здоровья Успехов Чтобы Кончилось СВО Чтобы все было В мире Спокойствие Чтобы на Ближнем И Дальнем Востоке Тоже Военные Эти действия Сошли на нет Для чего вам Желаю Выполнять Мои просьбы То что я вас просил Ставить лайки И Писать комменты Вы до сих пор Это не делаете Почему-то Хотя я вижу Что мои видео Просматриваются Вот об этом Тоже вас прошу Подумать Всего доброго До свидания